Хей-хей-хей, всем-всем привет от Catwiscos98. Сегодня поговорим о страшных вещах, которые вас вводят в ступор. По-английски это fears называется. Что вы боитесь? Я сегодня поделюсь с вами по секрету всему свету, никому не говорите. У меня есть две вещи, которых я безумно боюсь, от которых я просто не могу функционировать. Первая вещь это мыши, и вторая вещь это клещи. И вот я сегодня нахожусь в таком вот магазине. У нас он называется Home Depot. И я уже здесь брожу битый час, ищу, выбираю химические средства, которыми можно обработать нашу траву, наше владение вокруг дома. И чтобы все вот эти вот звери убежали. Но вот этих вот я более-менее люблю, потому что они домой не лазят. Это крот, да? И вот такие вот у нас все штучки водятся. Броненосцы, говорят, где-то водятся. Вот эти вот чипманки, ой, я их люблю, обожаю. Они такие хорошенькие, они не вредят, они никуда не лезут. Ну, а мыши, конечно, это да. Вот это у нас все животные, они у нас все-все водятся. Но почему-то здесь мышей вроде не показано. Какие-то суслики, бобрики. В общем, меня бы мышки не беспокоили, если бы они не лезли в дом. У меня один раз, много лет назад, мышка маленькая, полевая такая, темненькая, красивенькая, с большими глазками, залезла в дом. Я сутки не могла функционировать, пока у меня муж ее не выловил. А знаете, как он ее ловил? Он не поставил мышеловку, он поставил такую, знаете, есть у нас такие липучечки. Вот такая, просто как подносик с липучечкой. И он ее поставил под диван, и она попалась, то есть с лапками она прилипла. Мой муж нежненько взял этот подносик и вынес эту мышку в кукурузное поле, которое находится за нашим домом. Ну, я ему сказала, очень хорошо. Через неделю она придет в себя и вернется обратно к нам в дом. Ну, после этого мы завели котика. Но, тем не менее, сейчас у меня другая больная фишка. Вот они. Это клещи. Я много лет тому назад нашла клеща на своем старшем сыне, когда он был маленький. И в декабре, да, вот который декабрь был у нас, я нашла клеща на Наполеоне. И это все приходит из травы. Они сидят в траве и потом заползают, прыгают. И они очень опасны тем, что они разносят очень много различных заболеваний, которые они переносят от диких животных. В частности, это у нас олени. Вот, ну, видите, вот такие вот есть маленькие жидкие, всякие жидкости, которые можно опрыскивать. Но, вы знаете, я это дело не люблю, потому что, если ветер малейший или какой-то, не знаю, сильный такой напор, то это все может на вас полететь, распрыскаться и запрыскаться. Поэтому сегодня я, мне посоветовали, и я решила купить первый раз в виде гранул. В виде гранул такие большие пакеты у нас есть. Вот, я уже положила. Вот, я уже взяла два пакета. Один вокруг дома, а другой вокруг дачи обработать. Вот, это, значит, такие гранулы. У нас специальный есть спредер, потом как-нибудь покажу вам. А просто такая, знаете, как, не знаю, такая пластмассовая каталка на колесиках. Вы засыпаете это, и потом просто вот так вот толкаете ее по траве, и оно как бы распыляется. Вот так вот, и рассыпается равномерно по траве. И тем самым, вот эта вся нечисть, вот эта вот гадость вся такая, смотрите, какие, которые могут сидеть под землей. Ой, и на земле они будут умирать и не приходить. Ну вот, короче, тем не менее, он там, вот видите, сколько всего, но они все маленькие. Они все маленькие. Вот это вот, ну что это такое? Это вообще на мой участок, ни туда, ни сюда. А это вот, смотрите, специально бедных олененков и зайчиков отпугивать со своей зеленой территории, потому что они, конечно, разносчики, самые первые вот этих вот всех тиков, блох и т.д. и т.п. Ну вот, видите, здесь вот такие вот у нас сцены. Куча всяких. Столько разновидностей. Вы знаете, вот кто не знает, как я, например, да, я в этом деле профанка совершенная. Это же можно совершенно заблудиться. Боже, тут и для насекомых, и даже чтобы убивать какие-то, знаете, витс, ненужные зеленые растения, которые растут на траве. Конечно, обалдеть, здесь столько всего. Это просто вообще. Да, а вот даже здесь можно... А вот это вот поязанави. Это поязанави, вы знаете, ядовитая трава. Это вот, чтобы ее убивать, это тоже дело хорошее. Я когда только приехала первый год в Америку, вы знаете, решила проявить бдительность и почистить свою зеленую территорию вокруг дома. И где-то как-то щипала всякую траву. И иногда даже забывала перчатки одевать. И вот от этой поязанави у меня пошла сыпь, как, знаете, как ядовитое отравление. Потому что когда ты дотрагиваешься до этой травы, сок попадает на кожу, и потом он попадает через кожу в бладстрим, в организм, и распространяется по всему организму. И у тебя начинается безумный зуд. И это длится очень долго и болезненно. Мне пришло тогда идти к врачу. Они меня посадили на какое-то просто ударные объемы медикаментов. Ну вот, я вроде вот это вот купила. Мне еще порекомендовали от компании Мэкс. Ну ладно, я думаю, что два пакета мне достаточно. Ну и все. Так что напишите мне, пожалуйста, чего вы боитесь в этой жизни, что вас пугает и что вам не нравится. Вот здесь вот еще столько всего, конечно, можно обалдеть. И вот такой вот магазин. Здесь куча всего и куча очень много. Но я пойду, наверное, на выход пока. Даже батарейки есть.